Судьба этой писательницы очень интересна. Юлия Вознесенская родилась в 1940-м. В 33 года приняла крещение. Ещё спустя время была осуждена за антисоветскую пропаганду. Сейчас живёт и работает в Германии. Произведение Юлии Вознесенской многие называют православным фэнтези. Наша следующая рубрика, специально для тех, кто любит читать. Здравствуйте! Сегодня я хочу вам представить книгу православной писательницы Юлии Вознесенской «Мои посмертные приключения». Несмотря на название книги, текст читается очень легко и доступно. «Мои посмертные приключения начались с того, что я упала с четвёртого этажа и разбилась. У полиции, как я потом узнала, возникло две версии. Просто самоубийство и убийство, замаскированное под самоубийство. Версия самоубийства была проста, как женский роман. И в двух словах сводилась к тому, что меня бросил муж, а в ответ я бросилась с балкона. Вторая версия – убийство, замаскированное под самоубийство, не подходила по той простой причине, что Георгий, муж нашей героини, не годился на роль убийцы. Всё было гораздо проще. А как это было, мы можем узнать, если прочитаем эту повесть-притчу. Здесь рассказывается о посмертных мытарствах главной героини Анны с точки зрения православной веры. Но без занудного назидания. Книга читается очень легко, яркий язык, очень образный. Тонкое чувство юмора автора делает эту книгу доступной широкому кругу читателей. Ещё эта книга заставляет нас соприкоснуться, возможно, и со страшной, и неведомой стороной нашей жизни. Учит, почему наша земная жизнь ценна, и как её нужно прожить. Отвечает на многие вопросы, которые волнуют современных людей. Книга иллюстрирована. Но это не значит, что это детское чтение. Я бы её порекомендовала прочитать, прежде всего, взрослым людям. Читайте сами, читайте с нами. Эту книгу вы можете спросить на абонементе Центральной городской публиотеки.